Всем здраво друзья, с вами Мамонт, в этом видео будет небольшой слив обновления, обзор разных багов и странностей в стендов 2, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А это у нас концептик от Снови, ссылочка естественно в описании, ну а мы погнали разбирать. Ваше звание устарело. Вы были лишены звания в режиме соревновательной и союзники из-за неактивную игру. Чтобы восстановить их, вам надо сыграть 2 победных игры в каждом режиме. Не забывайте играть в режиме соревновательной и союзники, не реже 1 месяца. На самом деле этот текст так странно написан, мне его так сложно читать. Напишите есть ли здесь ошибки в комментариях, потому что я не понимаю, я не русский, я не знаю как все правильно тут пишется, но мне это было сложно прочитать почему-то. Опачки, награда за уровень. Каждый 50 уровень качество медалей повышается. Медаль ветерана 2021 бронза. Удача в полученной медали ветерана 2021 сильвера. Далее. Блин, это крутой концепт. Почему? Да потому что он информирует людей, что нужно еще добить 50 уровней. А то люди вообще не понимают, пишут в комментариях как получить медаль, что дадут за 50 уровней. Ничего нет. Вот эта иконка это просто идеальный пример для разработчиков. Сделайте такое же, пожалуйста. Вот поэтому мне нравится Снои, что он добавляет разные мелочи. А мелочи это основа, потому что с мелочей строится огромная картина. Итак, уменьшает риск попадания нечестного игрока в матче. Подробнее можно узнать при осмотре предмета. Медаль gold competitive. Не знаю, что это такое. Возможно, это что-то важное. Награда за уровень. Возможно, это какой-то отдельный матчмейкинг, где можно играть только с такой наградой. Но я думаю, читерам легко это будет обойти. Получить награду, там за 5 минут получат ее и все. Вот, к сожалению, рано похвалил Снои. Потому что в инвентаре нет отдельного слота для вот этой штуки. Для медалей. То есть, сделал бы отдельный слот. Вот скины, медали и какие-то предметы. А здесь просто инвентарь. Я понимаю, что он делает концепты, типа на скорую руку и так далее. Но он это умеет. Ребятушки, это несложно. Он умеет сделать отдельные сортировки. Но почему-то не делает. Не знаю, зачем тогда стараться над всем концептом, если ты упускаешь такие мелочи. Я же говорил, мелочи строят картину. Включая функцию Голд Компати в выборе режима, вы сможете играть в соревновательные и союзники только с теми, у кого есть 50 уровень и не менее 250 часов в игре. Если у вашего союзника в лобби не имеется Голд Компати, то возможность играть в прайм игры вы не сможете. Ребята, это гениально. Но, к сожалению, в стенд-оффе, я думаю, такого не будет, потому что онлайн в игре слишком маленький, чтобы делить его на Голд Компати и не Голд Компати. Просто те игроки, которые не имеют Голд Компати, они не смогут играть с теми, кто имеет. И получается, актив падает в матчмейкинге и поиск противников усложняется. Поэтому этого не добавят в ближайшее время. Я думаю, годика через три, когда актив вырастет, когда все купят нормальные телефоны и смогут играть в стенд-оффе, а то все ноют, что всех лагает. Он применил это вместо медали, то есть Голд Компати это медаль. Это очень глупо. Ну, это прям очень странно, типа, вы заходите у всех медалей Голд Компати, капец. Не знаю, как это комментирует, это странно. Вообще, сама идея, я согласен, если бы даже такое добавили, это круто. Но я знаю, что он может лучше, это же концепт, и он мог бы сделать идеально, круто, красиво, но он что-то не старается. Надо ему газку поддать. Подпишитесь, напишите в комментариях, а ну быстро возьми, быстро начни делать нормальные концептики. Давай, постарайся, бро. Мастерская, сообщество, поддерживайте автора в мастерской и играйте на особых картах. Вот это мне уже нравится, смотрится очень красиво, гениально просто. Ну, мастерская, все уже ждут мастерскую, и никто не может представить, как она будет выглядеть. И вот концептик от снови. Ооо, ребята, смотрите, здесь и скины, и карты, то есть, капец, дате публикации, популярности. Ребята, если бы еще на этих картах можно было бы играть, то есть с друзьями, это был бы просто капец. Загрузить старую зону, там режимы какие-то старые, все этого ждут, это будет лучший стенд оф 2. Ребята, представьте, все режимы, которые были в стенд оф 2, за всю историю стенд оф 2, будут в мастерской, это 100%. Все карты, которые были за всю историю стенд оф 2, все обновления разные, старые бета-тесты, раста и так далее. Новые режимы там, прыгать по потолку, лазить в текстуры. Когда это все добавят, в стенд офе будет бесконечное количество контента, и ролики ютуберов станут намного интереснее. Тем более, свои скины можно будет создавать на своих картах, с ними играть. И это просто полное наслаждение, полная свобода действий. Этого ждут все игроки. И, кстати, ребятушки, а вы знали, что разработчики на самом деле сейчас работают над мастерской? И у меня есть информация. Вот, смотрите, кого ищут. Разработчики на работу. Разработка воршоп сервиса с нуля. Сервис предназначен для загрузки пользовательского контента. Ребята, разработчики ищут людей, которые будут разрабатывать воршоп. То есть, загрузка своих скинов, своих карт и так далее. А это значит, что разработчики не забыли про мастерскую, ребятушки. Они будут, и, возможно, даже сейчас работают над этим. Поэтому в ближайшее время надеемся узнать хоть какие-то новости от разработчиков. Планы, хоть что-то. Я думаю, это будет. Наверное. Ну, надеемся, ребятушки. Все, все должно быть. Ну, никуда не денется стендов 2. Она останется, никуда и не удалят. Поэтому ждем, ребята. Я думаю, разработчики одумаются, и все будет хорошо. Или они уже что-то готовят. Может, и не надо им никуда одумываться. Может, они на правильном пути. Но мы не можем знать, потому что пока что у нас только есть догадочки. Субтитры сделал DimaTorzok Так, что тут у нас. Сыграть 5 выигрышных игр в клане битвы, призы, 10 голды. Ау, нет, перебор. Награда в виде голды, это слишком круто. Во-первых, голда обесценится. Во-вторых, кейсы станут еще дешевле на рынке все. Ну, тут, короче, ребят, все будет очень плохо. Награда в виде голды, это очень плохо. Вот если бы давали 0.05 голды, окей, типа, но не 10, это слишком много. Концептики у Видлокса неплохие. Мне понравились. Если вам тоже, обязательно подпишитесь на него. Это будет хорошо. Ну, слива обновы я уже вам показал. Ну, небольшой такой слив. Это даже не слив обновы. Это просто, ну, разработчики работают над мастерской. Если что, думают, обдумывают планы, которые они там опубликовали для нас в 2020 году. Я думаю, они все это не забыли. Ну, а теперь пора посмотреть на парочку багов, которые нам скинули подписчики. Это инвентарь моего подписчика. И самое смешное, что до сих пор не пофиксили медали 2021 года. Точнее, новогодние. Вот, New Year 2021. Это те медали, которые выдались в новом году. Бычки. И вот, как вы видите, у него есть два вида медалей и один вид, самый первый, еще и две штуки. И до сих пор, ну, не пофиксили, это прям, ну, странно. Столько времени прошло. С нового года. Уже и 0.16.0. Уже и новый пас, новый сезон. А у него до сих пор есть старые медали. Складывается впечатление, что про них просто забыли. И они останутся там навсегда. А это у нас, ребятушки, снимок моего подписчика. Посмотрите на его крутой новый бумажный нож. И на крутую графику перчаток. На самом деле, он просто провалился сквозь карту и падал в бесконечность. И у него, кстати, там вроде один фпс справа показывает. Это очень жестко. Я бы хотел посмотреть на это вживую. А здесь моим подписчикам не выдали ММР. В прямом смысле этого слова. Вот, противники сдались. Это открытая катка. И... чё? А этот мужик использует суперспособность из прошлых роликов. Он может управлять временем. Он возвращает время до тех пор, пока нету стенки. Ставит туда руку. Потом обратно возвращает время вперёд. И стенка появляется. Его рука в стене. Это вот такая магия элементарная. Это называется 4D измерение. Запоминайте, ребят. Это новые способности в обновлении. Привет, что делать? Я написал. Не отвечай. Это кидок. Моему подписчику написал мошенник. Запоминайте все. Если вам пишет разработчик. Если у него какие-то там странные символы. Даже если вам верится, что это 100% разработчик. Ни в коем случае. Не отвечайте. Просто блокируйте его. И шлите куда подальше. Это не разработчик. Это кидок. Мошенник. Он обманет вас. Он украдёт ваши скины любым способом. Пригласит вас в телеграм-канал. Отправит какие-то там вам на почту сообщения. Будет вас убеждать в том, что вы самый виноватый человек. Вот вы 100% должны ему довериться. Потому что это самый главный разработчик. Не верьте. У разработчиков нет времени писать вам. Они там что-то могут писать. У вас подозрительные действия на рынке. Вы там выставляли скины. Запомните. Навсегда. Это кидки. Сразу же в чёрный список. Блокируйте сразу. Моментально. Даже не отвечайте им. Даже сообщения не пишите. Можете написать вообще. Иди куда лесом подальше и блокируйте. Всё. Ни в коем случае. Ни в коем случае не верьте. Вам разработчики никогда в жизни не написут. Запомните это. Это так странно смотрится. Что я даже не знаю как это комментировать. Челик. Это рисунок или граффити. Новое обновление с граффити или что. Ну смотрится реально очень странно. Как будто это реально рисунок на стенке. Ну а здесь я хочу порекомендовать свой ролик. Обязательно посмотрите это видео до конца. Оно интересное. Полезное. Так что желаю вам приятного просмотра. Продолжение следует.